всем привет дорогие друзья вы на канале путешественника и шах меня зовут макс мы с вами проехали уже бкл за москва-рецкую и северпухолскую камериальскую линию сегодня же я предлагаю вам проехаться вместе со мной и соломей по калужской арийской линии мы проедем каждую станцию мы выйдем точнее на каждой станции посмотрим ее и немного по рассказы по расскажем о истории сейчас мы находимся на станции метро медведкова как вы слышите приходит поезда и вот сейчас будет поезд уходить тупик вот мы тем временем друзья начинаем итак дамы и господа историческая справка калужская риск и линия 6 линии московского метрополитена связывает северо-восточные районы москвы северная медведь посвятого в днх и риски бобзал через центр с районами на юге и юго-западных города донской черемушке танковой ясени в течение более девяти лет с октября 1962 по январь 1972 года линии существовало как два радиальных участка которые затем присоединены диаметр 1 мая 1958 года по 5 января 1972 года риски радиус обозначался на карту желтым цветом из-за чего некоторые сторожил иногда указывали эту линию как первой желтой а не калининскую хотя это само это наименование уже почти не употребляется в 21 веке на схемах обозначается оранжевым цветом и числом 6 является единственной линии московского метро на постсоветском пространстве с двумя расположены на них станциями кросс-платформой пересадки китай-город и третиковской составе линии 24 станции длина 37,8 десятых километров в среднем время поездки по линии 56 минут и пару слов о станции метро медведкова станции медведкова московская метрополитальная северная конечная калужской рисковой линии следует за станцией бабушкинская расположена в районе северная медведкова открыта 29 сентября 1978 года составе участка в днх медведкова колонная трех пролетная станция мелкого заложения с одной стороной основной платформы станция является конечной на протяжении 45 лет станция получила свое название в честь села и жилого массива который находится неподалеку от станции метро собственно друзья давайте зайдем вагон это немножко другой вагон не тот те вагоны в которых мы ездили на за москваревской линии или серпуховской тем не рязевской или прочих линиях в общем здесь вот такие вот света панели означающие зеленые это то что открыто красное это закрыто соответственно как и вам показал здесь немножко другое но вот именно зарядное строительство и соответственно карты длинный ну и собственно говоря это не вагонный тип это один огромный поезд и мы выходим уже это у нас станция метро бабушкинская основного типа станция вот такие вот своды интересные на ней ну и соответственно мы едем по калужской риской линии вот сейчас мы дойдем вот до того выхода и посмотрим что там сверху нарисовано реклама бкл как всегда сама станция собственно станция относительно тоже недавно построенная так вот там что мы видим мы сейчас приехали из медлиткова собственно вот она вот так вот красивая интересная вещь ну в общем как-то так так вот друзья и с той страны если присмотреться по принципе тоже самое да друзья мы на станции метро светло колонная станция собственно островной тип двух сторон приходят поезда в принципе ничего особо нового здесь нет вот такие интересные в принципе станции по своей сути типичная вот здесь вот как раз интерес и возникает вот такие вот интересные надписи интересные надписи интересные надписи из мозаики картин это вот с одной стороны но и сейчас мы перейдем на другую сторону и соответственно там все тоже абсолютно самое да такие же панно интересненькие в общем ребят вот такая вот станция московского метро так друзья мы приехали на ботанический сад вот такая вот интересная станция интересно сделано опять же колонная станция точнее быть и островной тип станция соответственно одна все как всегда собственно вот так вот выглядит она достаточно в теплых цветах снято соответственно поезд уходит ну а мы собственно продолжаем гулять и показывать вам метро как вы видите есть вот такие вот интересные цветные точнее цветы в виде металлической вставки в стены так что как то так вот ну а мы ждем следующий поезд и едем дальше так друзья мы на станции ВДНХ сразу нас встречают вот такие интересные вещи значит ребят станция ВДНХ это выставочный центр в Москве вот один из самых известных во всем мире в Москве сюда сейчас здесь проходит выставка Россия и здесь очень много народу постоянно приезжает сюда мы тоже были мы ходили на несколько экспозиций с женой и друзьями в общем вот такая вот она интересная станция вот так она выглядит вот такие вот люстры интересные достаточно ну и собственно говоря это трехколонная станция филонного типа и островного типа извините немножко ошибся открыто в 1959 году так леди джентльмены а мы потихонечку движемся дальше станция метро Алексеевская вот такая вот интересная и красивая станция колонны колонны и прочее но она как видите небольшая здесь сам зал он достаточно небольшой вот там идут эскалаторы вот здесь с одной стороны ну и соответственно откуда мы вышли с другой стороны идут поезда вот собственно сейчас я немножечко пофотографирую ставлю видео и закадриваю немножко историю расскажу вам ну в общем ребят мы продолжаем двигаться по Калушестарейской линии мы на Алексеевской как я вам говорил и вот сейчас вы можете увидеть сколько нам еще предстоит ехать станций и наша финальная точка это будет Новая Синевская в общем пока мы ждем следующий поезд вот 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 на соломе мой оператор который сейчас филонит вместо того чтобы снимать вот ну а вот собственно и я всем привет ну вон поезд идет так что мы поехали итак друзья мы приехали на станцию метро Рижская ну как видите так же островного типа станция в интересных цветах выполнена собственно там выход на Рижскую по БКЛ большой кольцевой линии мы по ней ездили рассказывали вам дорогие друзья вот ну а собственно сейчас мы едем хоть будем дальше здесь так же это станция названа кстати говоря в честь Рижского вокзала который находится буквально здесь неподалеку и имеет выход собственно сам вокзал если мне память не изменяет хотя на Рижском вокзале я ни разу не был но собственно постараюсь исправиться ну собственно вот в принципе и все что здесь особо много ничего не скажешь вот красивая интересная старая достаточно станция этим временем друзья снова новая станция это у нас проспект мира все то же самое в принципе что и на остальных но за исключением того что здесь два выхода с двух сторон также вот такая вот интересная компоновка так вот сделано все красивенько освещение освещение конечно немножко камера не передает то освещение она у меня настроена так чтобы передавать более белые цвета но здесь все достаточно в теплых тонах так так что так много народов ходят в общем ну а мы собственно продолжаем двигаться так тем временем друзья мы уже находимся на проспекте мира и соответственно нас скоро уже будет середина скорее всего с этой станции я сейчас прекращаю говорить только когда мы приедем на скорее всего Тургеневскую меня с вами поснимает а дальше вы будете слушать только закадровый голос вот на этом вам и спасибо станция метро Сухаревского до 5 ноября 1990 года колхозная станция московского метрополитена на Калужской Рейской линии расположена в Мещанском районе открыта 5 января 1972 года в составе участка проспект мира Китай город пилонная трехсотчатая станция глубокого изложения глубина 43 метра с одной основной платформы станция открыта 5 января 1972 года в составе участка проспект мира площадь Ногина после ввода в эксплуатацию которого в московском метрополитене стала 91 станция а существовавшие до этого две разные линии Калужская и Рейская соединились в одну изначально она называлась колхозная 5 ноября 1990 года была перевинована в Сухаревскую вместе с переименованием близлежащей колхозной площади в большую и малую Сухаревские линии станция метро Тургеневская станция Калужской Рейской линии московского метрополитена расположена между станцией Сухаревская и Китай город Тургеневская Тургеневская площадь пилонная трехслорчатая станция глубокого заложения глубина 49 метров сооружена по проекту архитекторов Таранова Вдовиной Петуховой диаметр центрального зала 8,5 метров станция метро китай-город до 5 ноября 1990 года площадь Ногина кросплатформенная станция московского метрополитена Калужско-Рейской и Таганско-Краснопресненской линии расположена на границе Басманного и Тверского районов часть выходов ведет Таганский район названа под наименному историческому району Москвы открыто 3 января 1971 года в составе участков Таганская площадь Ногина на Ждановском радиусе будущей Таганско-Краснопресненской линии и Октябрьской площадь Ногина на Калужском радиусе будущей Калужско-Рейской линии колонная трехслорчатая станция глубокого заложения глубина 29 метров с одной основной платформой в каждом из залах Китай-город одна из самых загруженных станций московского метрополитена фактически станция Китай-город это комплекс из двух конструктивно независимых станций оба зала Китай-города колонны глубокого изложения с тремя сводами построены по проекту группы архитекторов под руководством Стрелкова Литвинова Марковского Восточный станционный зал Малаш Пшонка Западный станционный зал Петуховый Тараново станция метро Третьяковская кросплатформенная станция московского метрополитена на Калужской Рижской и Калининских линиях для последней из которых является временной западной конечной до объединения Солнцевской линии что в перспективе образует Калининскую Солнцевскую линию до 20 февраля 2023 года являлась единственной конечной кросплатформенной станцией для одной из линий московского метрополитена расположена в районе Замоскворечья названа по Третьяковской галереи открыта 3 января 1971 года в составе участка Октябрьская площадь Нагина, ныне Китай-город на Калужском радиусе будущей Калужской Рижской линии и 25 января 1986 года в составе участка Марксистская Третьяковская на Калининском радиусе будущей Калининской Солнцевской линии пилонусная трехслочная станция глубокого вложения глубина 46 метров с одной основной платформы в каждом зале. Третьяков Друзья, мы приехали на станцию метро Третьяковка. Это, считайте, практически половина нашего пути. Впереди нас еще ждет множество станций. Итак, хочу попросить вас об одной небольшой вещи, чтобы вы поставили лайк нам и подписались. только благодаря этому идет стимул для того, чтобы делать эти видео, снимать. Вы не поверите, но мы по два, а то и по три часа проводим метро чисто ради того, чтобы снять это видео. вот, чтобы из всего того, что получится в итоге, мы могли взять всего лишь, ну, 30 минут, там, максималка 40 минут. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк, ну, естественно, колокольчик, чтобы видеть оповещения о новых видео. В общем, друзья, а мы тем временем продолжаем дальше двигаться. Нас ждет Новоясеневская. Ну, и, собственно, поедем дальше. Станция метро Октябрьская Радиальная. Станция Московского метрополитена расположена на Калужской резкой линии между станцией Третьяковская и Шаловская. Открыта 13 октября 1962 года в составе участка Октябрьская Новой Черемушки. Названа по Октябрьской ныне Калужской площади. Пилонная станция глубокого заложения глубина 50 метров с тремя сводами. сооружена по проекту архитекторов Стрелкова Алешиной Вдовиной. Станция возведена коллективом СМУ-8 метростроек под руководством Бурцева. Впервые на глубоком заложении применялись при строительстве предунифицированные блоки. Станция метро Шабловская станция Московского Тоннелей. Приток воды из верхних слоев забоя достигал 200-250 кубических метров в час. Она была построена в конструкциях в 1962 году в составе участка Октябрьская Новая Черемушки. Но из-за перепрятствовавших продолжению эскалаторного наклона сложных геологических условий и ожидавшегося низкого пассажира потока до продления Калужского радиуса центра ее открытие было открыто только в ноябре 1980-го года. Шабловская передронная станция глубокого изложения с тремя сводами сооружена по проекту архитекторов Петуховы и Черница. Диаметр центрального зала 8,5 метров. Станция метро Ленинский проспект. Станция Московского метрополитена на Калужской Рейской линии связана с пересадкой с платформы площадь Гагария на Московском центральном колледже. Выходы станции ведут в Гагаринские и Донской районы. Открыто 13 октября 1962 года. В составе участка Октябрьская Новость Черемушки. Техпролетная станция мелкого изложения с одной основной платформой. Станция открыта в октябре 1962 года. После года эксплуатации которой в Московском метрополитене стало 65 станций. В проекте станции носил название Калужская застала. В честь тогдашнего названия северной части площади Гагарина. Современное название получило по своему возложению близи одноименного проспекта. Станция метро Академическая. Станция Московского метрополитена на Калужской Рижской линии. Расположена в Академическом районе. Открыто 13 октября 1962 года. В составе участка Октябрьской Новой Черемушки. колонная трехплазолётная станция мелкого изложения с одной островной платформе. В перспективе будет связано с одноименной станцией на Троицкой линии. Академическая колонная станция мелкого изложения с тремя пролётами. Сооружена по проекту архитекторов Петуховой, Колесниковой и Кокиной. В проекте станция носила название Черемушки. Но ближе к открытию оно в виде Новой Черемушки было передано станцией находящейся под пересечением улиц Гарибальти и Просоюзной. Современное название получил по существовавшим ранее академическим проездам. Ныне все переименованы. Станция метро профсоюзная. Станция Московского метро расположена на Калужской линии между станцией Академическая и Новой Черемушки. 15 октября 1962 года составила участка Октябрьской Новой Черемушки. После ввода в эксплуатацию, которая в московском метрополитене стала 65 станций, названа по своему расположению на Просоюзной улице. В проекте имело название Ломоносовская по расположению на далеко одноименного проспекта. Просоюзная колонная станция мелкого заложения. Глубина 7 метров с тремя пролетами. Сооружена по проекту архитекторов Алешины и Демчинского. Станция метро Новые Черемушки. Станция Московского метрополитена расположена на Калужской Линии между станциями Просоюзная и Калужская. Название происходит от исторического района Новые Черемушки, в котором находится станция одного из первых двух районов массовой хрущевской застройки. Название района, в свою очередь, происходит от находящегося на северо-восточне района Черемушки, расположенного на месте, известного еще с 16 века одноименного седла. Новые Черемушки колонны станции мелкого изложения Сороконожка, глубина 7 метров с тремя пролетами, сооружена по проекту архитектора Марковского Рыжкова станция метро Калужская станция Московского метрополитена на Калужской Рыжевской линии, расположена на границе Абручевского района, Черемушек и Коньково. Открыта 12 августа 1974 года в составе участка Новые Черемушки и Беляева. колонна трех трех пролетная станция с одной островной платформы, связана с пересадкой со станцией Воронцовской на Большой кольцевой линии. Калужская колонна станция мелкого изложения, глубина 10 метров, с тремя пролетами, сооружена по проекту архитекторов Демченко и Колесниковой. На перспективной карте Московского метро 1958 года для данной станции было заревизировано название Ломоновцевская. Это связано с тем, что название Калужская с 1950 по 1961 год уже использовалась другой московской станции станции Октябрьская кольцевой линии по Калужской заставе. Станция метро Беляева. Станция Московского метрополитена расположена на Калужской рейской линии между станциями Калужская и Коньково. Открыта 12 августа 1974 года в составе участка Новой Черемушки Беляева. Наземный вестибюль отсутствует. Выход в город осуществляется по подземным переходам на площадь Мартина Лютера Кинга к пересечению улиц Профсоюзная и Миклуха Маклая. На одном конце в северном вестибюле эскалаторы, на другом конце в южном подземном вестибюле общая лестница. Станция находится на территории района Коньково Юго-Западного административного округа. Станция открыта 12 августа 1974 года в составу участка Новой Черемушки Беляева. Одновременно с этим была закрыта временная станция Калужская. В результате в московском митрополитене стало 97 станций. Название дано по высшей подмосковной деревне Беляева на южной окраине которого она расположена. Теплый стан. Теплый стан. Теплый стан. Одностворчатая станция мелкого заложения с одной подбором. Наземный вестибюль отсутствует. Выходы в город по подземным переходам на улицы Просоюзная и Островичаново. Первоначально станцию планировалось назвать зоопарк в связи с планами перенести московский зоопарк, но этого не случилось. И было решено перед самым запуском сменить название на Коньково. Станция открыта в составе участка Беляева Теплый стан. К 70-летнему юбилею Октябрьской революции после ввода участкового эксплуатации в Московском метрополитене встал 134 станции. Станция метро Теплый стан. Станция Московского метрополитена на Калужской рейской линии. Выходы ведут в район Теплый стан и Ясенево, по первому из которых станция получила название. Открыта 6 ноября 1987 года в составе участка Беляева Теплый стан. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Наземный вестибюль отсутствует. Выход в город по подземным переходам на Просоюзную улицу Новоясеневский проспект и улица Теплый стан. А также к торговым центрам. Теплый стан. Колонная станция мелкого заложения. Глубина 8 метров. С тремя пролетами авторы проекта Шумаков Мун Шурыгин. На станции 52 колонны с шагом 6,5 метров. Колонны отделаны белым мрабром. Путевые стены облицованы красно-коричневой керамической плиткой большого размера. Пол выложен серым и черным гранитом. Светильники находятся в ближайших сводах. Станция метро Ясенева. Станция Московского метрополитена на Калужской рейской линии. Расположена в одноименном районе, по которому получил название. Открыта 17 января 1990 года в составе участка Теплый стан Битцевский парк. Ныне Новоясеневская. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Станция открыта в составе участка Теплый стан Битцевский парк. Ныне Новоясеневская. После ввода, в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стала 141 станция. Наземный вестибель отсутствует. Выход в город по подземным переходам на площадь Кима Филби, Новоясеневский проспект и улицы Тарусская и Ясногорская. Ясеневская. Колонная станция мелкого заложения глубина 8 метров с тремя пролетами. Автор проекта Шумаков Мун Шурыгин. Станция метро Новоясеневская. До 1 июня 2009 года Битцевский парк. Станция Московского метрополитена Южная конечная Калужско-Рижская линия. Связанная с пересадкой со станцией Битцевский парк над Будовской линией. Расположена в районе Ясенева. В конце Новоясеневского проспекта на границе жилого массива и Битцевского леса. Открытый 17 января 1990 года составил участок Теплый стан Битцевский парк. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной платформой островного типа. До открытия пересадки станция была одной из самых незагруженных в московском метрополитене. По данным на 2008 год ее среднесрочный пассажиропоток составлял всего 10600 человек. Друзья, итак, мы закончили нашу поездку. Мы сейчас находимся на метро Новоясеневское. Вот вы, собственно, можете видеть за моей спиной. Вот здесь находится интересный памятник архитектурный. Достаточно. Ну, собственно, мы сюда прибыли не памятники смотреть. Итак, время, прошедшее с того момента, как мы выехали с Медведкова до сюда, составило всего лишь 1 час 50 минут. Я специально засекал. В этот раз мы проехали гораздо быстрее. Не знаю, с чем это связано, но остается фактом. Далее. Следующее у нас, соответственно, видео будет по Сокольнической линии. Мы собираемся отснять его. Следующее видео у нас будет по Сокольнической линии. Мы, собственно, будем его уже в ближайшее время снимать, дорогие друзья. Далее. Ребята, поймите правильно. Я услышал многих тех, кто сказал мне, что мало исторических справок. На первых парах было сложновато. Я монтировал видео, но, собственно, не уделял этого внимания. Сейчас я буду уделять этому больше внимания, и, соответственно, будет больше ставок исторических и прочих не только внутри кольца, но и вне кольца. Вот. Так что, как-то так. Ну, на этом все. с вами был путешественник Ёш, мой любимый оператор. Соломея, а наша Лиза. Но мы это никому не расскажем. Вот. В общем, ребят, мы поехали домой. Ну и, собственно, подписка, лайк и по возможности комментарий. Да, кстати, у нас есть еще Яндекс.Зен, и если вы хотите нас, скажем так, поддержать не только подпиской, но и финансово, у нас есть наш канал на бусте. Там пока всего мало, но мы только недавно начали. Дальше там будет больше. В общем, если вы хотите, заходите. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь. Ну и, соответственно, донатте. донаты помогают нам развиваться. Всем мир!